Добрый вечер, уважаемые слушатели! С вами Ирина Ясина и программа «Жажда жизни». Мы, как всегда, пытаемся найти людей, которые ведут себя не так, как принято в наш циничный и такой деньголюбивый век. Мы пытаемся говорить о том, что существуют ценности, такие, какие когда-то нам описывались в хороших детских книжках, которые мы учили на уроке литературы, в хорошей школе, конечно. И все эти попытки пока оканчиваются очень положительно. Попытки находить людей каждую неделю просто замечательным образом приводят меня к тому, что вокруг меня в городе Москве и вообще в России полно хороших людей, которым нравится то, что они делают, нравится жить, и плевали они на всех идиотов кругом. Особливо, ежели такие встречаются среди большого-большого начальца. Вот сегодня у меня совершенно замечательный гость, которого я, конечно, знаю много лет, но вот в последнее время как-то он совсем по-другому раскрылся передо мной. Это Валерий Михайлович Зубов. Когда-то бывший губернатор Красноярского края, избранный Ельцинского призыва губернатор, который был губернатором в очень тяжелые годы, с 93-го до 98-го, правильно я говорю, Валерий Михайлович? Да. А потом был депутатом Госдумы многожды, много созывов, он сам уже, если захочет, расскажет про это, 4. А сейчас продолжает оставаться депутатом. На мой вопрос «Зачем?» он тоже интересно ответил. Депутат он от «Справедливой России» и не любит говорить на эту тему, но, тем не менее, для меня это очень важно. Когда Дума вся проголосовала за закон подлецов, я как-то вот просто боялась смотреть на список тех, кто проголосовал против, потому что я боялась не обнаружить там Валерия Михайловича Зубова и Сергея Анатольевича Петрова, потому что этих людей обоих я уважаю, и это было бы большой-большой потерей личностной в моей жизни, если бы я увидела, что они за. Но, мое счастье, они оба оказались против. Вот Валерий Михайлович говорить об этом не хочет никогда. Недавно мы с ним вместе были в Челябинске, и там, конечно, его спросили, и он сказал, «Господи, я поступил так, как я только и мог поступить, никакого героизма в этом нет». И мне, конечно, хотелось спросить, а как те оставшиеся 400 с лишним человек, они что? Ну, не надо героизма, но хотя бы поступили бы так же, как и вы, по-другому не мог сказали бы. Но почему-то они все по-другому смогли. Ну, так вот, мы сегодня беседуем с Валерия Михайловичем Зубовым. С моей точки зрения, это именно такой, как говорится в молодом поколении, ценностный чувак. Сидит напротив меня, такой красивый, всегда в волосы подтянутый, улыбается, пришел с книжкой. Я спросила, Валерий Михайлович, а что вы читаете? Он показал мне, в общем, пустую обложку, на которой написано «Шоу мозгу ООН», а внутри умные мысли. Валерий Михайлович, можно я еще раз вас спрошу, какая умная мысль записана вами в последнюю минуту? И с этого мы начнем. Во-первых, добрый вечер. Здравствуйте еще раз. Во-вторых, я потому и записываю, что многие вещи придут, один раз в голову. Извините, вы свои умные мысли, и чужие тоже. И чужие тоже, конечно, да. У других даже их больше. Я написал фразу для себя, пытаясь описать, что сейчас происходит. Мы касаемся, например, как экономист, госкапитализма, отношения к Западу. Вот сейчас восьмерка, вот Санкт-Петербургский форум. Какое у нас сейчас отношение в обществе культивируется? Вот мы берем систему государственного управления. Мы берем, как работают наши больницы. Какие законы Госдума принимает в общем, какие, вот направленность. И у меня все это описывается тремя словами. Идеологическая матрица маразма. Вот если бы я сразу не записал, потом, может быть, я не вспомнил. Но мне кажется, это очень точно. Хорошее выражение. Мы сейчас бились со здравого мысля. Да, мы внутри. Все, что вокруг обволакивает, мы даем слабину, как общество. Но это временно. Я не сомневаюсь, что это временно. И вот в рамках этой матрицы мы в каждой клеточке принимаем сегодня большинством неправильное решение. Потом мы о них пожалеем, потом мы их будем исправлять героически, как водится на Руси. Это обязательно будет. Важно этот момент... То есть снова хороться кровью, идти на амбразуру, терять ближних, но победить. Те проблемы, которые сами себе создали. Увы, хотя бы даже образно, то, что вы сказали, нас это ждет впереди. Увы. Я вообще с Валерием Михайловичем давно на «ты». Он меня называет «Ирой», а я его «Валерой». А я знаю, почему. А когда называют по имени-отчеству, это как бы хотят сказать, но ты уже вон, мол. Да ладно. Да, физкульт-привет. В общем, Валер Зуов. Я приведу на «ты». Мне больше нравится по имени. Я тоже, потому что... Ну, а потом я привыкла называть себя на «вы». Я делаю на собой усилия, а делать на собой усилия я не люблю. Вот. Валер, давай поговорим о том, что в последние месяцы, годы стало ругательным слово «либерал». Стало ругательным говорить, что было нормально в 90-е годы. Там же было нормальное что-то. Теперь поговорить об этом нельзя. Недавно, выступая в одной аудитории, я сказала, что я не верующая. Люди начали мне аплодировать несколько человек, потому что потом подошли и сказали, слушайте, какая вы смелая. Оказывается, вот признаться в том, что, в общем, нормально. Либерал, неверующая, там еще что-то. Люблю Америку. Очень люблю Соединенные Штаты Америки. Там мне было очень хорошо жить. Вот это стало неприлично. Как ты к этому относишься? Я себя каждый раз ловлю на том, что я действительно уже давно, мягко говоря, в каждом вопросе я уже вижу ту ситуацию, с которой я сталкивался. Мне не надо теоретизировать. Я просто вспоминаю примеры своей жизни, и вот и все. Какой период? Либерал. Да, вот я сталкиваюсь в последнее время, сейчас был день города Красноярска, я там был, естественно, там в колонии шел, там меня нарядили под этого Джека морских морей, знаменитого героя. Такое вот... Пока это хозяин морей на краю земли? Ну да, вот. Значит, вокруг меня много было замечательных молодых людей, девушек красивых. Вот такое чувство. И вот мы на торжественном собрании, собрании, видите, это из тех времен термин, и все выступающие, вот я ловлю их на том, и себя, естественно, на том, что они все выступают, говорят, какой замечательный край, какой чудный город. Город действительно все лучше, и лучше, и лучше. И вот говорят, все перечисляют, фамилии, что было сделано, там что-то построено, либо сделано, до 85-го года, и после 2000-го. А вот отрезок, вот эти 15 лет, их просто пропускают. Почему пропускают? Очевидно, как и вы, боятся столкнуться с ситуацией, когда, ну да, ты, ты, да. Но это я принимаю в качестве мести за то, что как начинали. Ну конечно. И очевидно смущается, что сейчас вдруг, а я так улыбаюсь в этот момент, думаю, все вы состоялись в эти годы. Только благодаря этим годам. Сегодня, сегодняшние губернаторы, сегодняшние министры, президент страны, депутаты, большинство, предприниматели богатые, все благодаря вот этим 15-ти годам, когда пояс нашего исторического развития просто развернулся на 180 градусов. И если бы не вот эта вот такая, в кавычках, скромность, на самом деле, скорее это с трусостью, скорее трусость, признаться самим себе, что это вот ваше, у нас намного все лучше было бы. По простой причине, мы же ничего не доделали, но ничего не изменили. Вот все, что состоялось в 90-м, 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 в 90-м годах, ничего не изменили. Если вы считаете, что это неправильно, это действительно проклятые годы, поменяйте. Вы что, поменяете магазины, в которые вы теперь ходите без очереди? Вы что, вы не можете отменить? Вот вы сказали этот пример, вам захопали, что вы сказали, что вы атеист, а я верующий. Но 20 лет назад сказать, что вы верующий, это было, что сегодня сказать атеист. Сегодня, в отличие от того, что 20 лет, вы можете быть, публично заявить, что вы верующий, и публично заявить, что вы атеист. Ну да, свободу совести. Это тоже в эти годы состоялось. И когда я вижу та конфессия, которой я принадлежу православной, ее руководство, вдруг начинает нас тащить в какой-то 15 век, я не знаю, в 13 век, я не знаю, мне становится не по себе. Я, ну, в общем, не хочу трогать и эту тему особо, она такая сугубо личностная, вот, ну давайте и разделим, общественная и личностная. Потом вы сказали слово «либерал». Я либерал. Но только давайте говоримся о терминах. Какой смысл мы вкладываем? Естественно, я не либерал, который в либерально-демократической партии. Мы слова... Загаженное название. Мы другим словом наполняем. Для меня либерализм — это ответственность. Вот, вы должны однажды для себя сделать выбор, и потом все становится проще. Вы должны для себя, вот, для себя выбрать. Вы либо личность, либо член массовки. Вот, либо вы ждете... А что там Мария... Как это... Ах, боже мой, что будет говорить княгиня Мария Алексеевна. Вот. Вот. Вот, либо вы действуете в соответствии с этой логикой, тогда вы в общей... Вы в массовке, вы в толпе, и вы ждете, что вам скажут сверху. Либо вы говорите «Нет, я как бы индивидуальность, я самоценен, я человек, я член, конечно, коллектива, но я хочу влиять на те решения, которые в этом коллективе принимаются. И я не всегда согласен, в какую сторону вот в этот раз пошли». Вот просто сделайте выбор, сразу легчает. Вот человек, который делает такой выбор, и понимает, что это накладывает ответственность самому принимать решения... Это так страшно, Валера. Абсолютно. Без тебя решат, все, потом ты сделаешь, а тут надо самому мучиться, решать, потом еще не дай бог... Итак, мы с тобой договорились об одной вещи, что либерализм — это ответственность. Да, но очень многие люди просто боятся ответственности. Ну... Это же такая удобная норка, в которой ты сидишь и ждешь, когда за тебя сделают, за тебя решат. А ты только, ну да, ну что сделать? Так решили без меня. Эти жуткие слова, которые каждый из нас слышал в жизни, от тебя ничего не зависит. Они мантра, которую повторяет наш человек повсеместно и все время. И одновременно повторяет что? Вот начальник, но другого-то вот... А кто другой? А выбора нет. Вот один. Один президент, один премьер, один там вот депутат на этом округе, один там... Вот, а кто другой? Замены нет. При том, что от меня не зависит и при этом же мы говорим, вот только от него все зависит. Вы знаете, здесь все просто. Разберитесь, в какой вы команде и все. Просто за кого вы играете. За левых, за правых, за красных, за белых. Вот просто определитесь один раз. Дальше все будет проще. Ну что, станет понятно за кого? За себя или за другого дядю, который незаменим? Это имеется в виду. Имеется в виду. Как вы относитесь к себе? Понятно. Вы относитесь к себе как к личности. Вы уважаете родителей, которые вас воспитали таким. Помните, как... Помнишь, как у Высоцкого? Ведь он же ответил на этот вопрос. Значит, правильные книги ты в детстве читал. Вот и все. Валер, прервемся на минуточку, послушаем рекламу, а потом вернемся к этому разговору, и я спрошу тебя про то, какого было быть человеком, который прошел реальный выбор. Напоминаю, что в студии Ирина Ясина, программа «Жажда жизни», и сегодня у меня в гостях Валерий Михайлович Зубов. Я попрошу нашего режиссера включить нам телефон в студию. А слушателям напомню, что 8495 65 10 99 и 6. Вот, пробки есть, поэтому, вероятно, люди, стоящие там, захотят нам позвонить. Так вот, Валер, о чем я хочу спросить? Вот ты человек, который проходил через выборы не раз, и через тяжелые выборы, и губернаторские, с успехом, с поражением, и через думские, с разными степенями напряженности. Вот, каково сейчас видеть вокруг себя людей, которые вообще понятия не имеют, что такое говорить с избирателем, отвечать на его запросы, действительно, слушать и слышать то, что люди хотят знать и делать. Но я человек, в политику вошедший случайно. Я никогда не ставил себе такой целью, не рвался. Но это было, тем не менее, 20 лет назад. Это было в 92-м году. Сначала я был замом губернатора. Вот, я всегда подписываюсь профессор, депутат Госдумы. Для меня профессор более такое ценное, я с дореволюционным опытом профессор, я, на меня не как-то трудно вот эту все... революция революция 91-го года. Да, вот, конечно. Вот, и, но я попал. И когда попал, я, конечно, стал играть по тем правилам, которые в политике. Вряд ли я был самый успешный политик, и вряд ли я являюсь таковым. Но пока остаюсь политиком, и, конечно, пройдя школу выборов и сейчас, видя, 20 лет прошло. В этом году 20 лет, как я стал губернатором, как страна приняла конституцию, и к тем событиям 93-го года я уже, как губернатор, был причастен. Вот, и у меня, я не понимаю людей, мне трудно понять людей, какое они испытывают удовлетворение от того, что их взяли вот так и поставили. А там немножко прервемся и ответим Артему, который на линии. Он до нас дозвонился, Артем, добрый вечер. Валерий, я... У меня, наверное, такой больше не вопрос, скорее, о комментарии. Просто я человек, который, ну, так сказать, разделяет также ценности, ну, либеральные и другие ценности различные человеческие, общечеловеческие. Мне немножко просто непонятно такая вот, как вот Ирина сказала, что какая-то вот либеральная, что ли, эйфория такая вот, когда человек говорит, что вот он любит Америку, что он восхищает с теми демократии и так далее, мне это немножко чуждо, потому что, как бы, как для человека, который полжизни прожил на Западе, который хорошо знает, что это такое, для которого, собственно, английский язык, в том числе, практически родной, для меня это немножко, как бы, странно слушать, и я всегда отношу таких людей, которые так высказываются, к людям, ну, несколько, наверное, которые, видимо, родились в другую эпоху, которым это... Наивным вы хотите сказать? Ну, не столь наивным, скорее идеалистичным. Ну, это похоже. Хорошо, Артем, сейчас Валерий Михайлович ответит, я полагаю. Если Артем все сказал. Да, Артем, по-моему, да. Значит, ну, я же сказал, что для меня ничего нет нового, через все проходило. Ну, Америка так Америка, давайте о ней два слова. Я в Америке был 85-86 год, преподавал, работал. Да, я числился преподавателем, но больше, конечно, учился. Больше учился. А Клахомский университет, если я помню? Абсолютно точно, да. State. State. Да. Государственный. Я скажу, что там я сделал для себя один очень принципиальный такой выбор, как себя вести в обществе. Общественный выбор, не личностный. В общественный. Именно в Америке. Мне нравится Америка. Я тесно работал с Беном Тейлором в царстве. Ну, нет его сейчас. Уже нет. В его семье жил. Мне нравится, как они все вели. Мне кажется, что американцы очень подобны. Показались тогда, и потом я подтверждал это. Легче с ними, чем со многими другими людьми, другими культурами. Очень подобные нам. Вы открытые. Открытые, да. А у Карла, жена Бена, она всегда говорила, когда я приезжал домой, закон чистой тарелки, как моя мама говорила, закон чистой тарелки, тарелка должна быть чистой. Она говорит, ты вот приедешь... В смысле, не оставляй на тарелке. Да. Ты там у себя, вот там приедешь и будешь. А здесь, вот как я сказала, она так ко мне относилась, личностно. Знаете, вот как члену семьи. Но там я сделал один выбор. Конечно, они богачи. Конечно, у них все более обустроено. Конечно, у них другая модель. Обратите внимание, что Совет Юнион и Юнайт Стейтс зеркально. Мы с одной стороны глобус, они с другой. Мы тогда в то время были коммунистами, вся страна, они капиталистами, вся страна, как бы... А вот по-человечески мне показался самый близкий нам народ. Наверное, потому что и у нас, и у них чувство независимости есть. Оно у нас было и есть. Да. Вот что... Мы тоже что-то из себя представляем. И вот видя, как они лучше живут, конечно, в те времена каждому, кто пребывал, вот как я на полгода в Америку, предлагали остаться. И это было, конечно, для кого-то вот счастье. Кто-то прорывал, я не прорывался туда, а я не прорывался и тоже случайно попал. И вот я для себя сделал вывод. Да, замечательная страна, но ведь это не моя. Да, это хорошая команда, но она не моя. И почему мы не можем играть против них на равных? По-честному. Вот почему мой клуб не может с ними играть за кубок? Вот мне показалось, это как-то не здорово, вот взять, остаться, как бы смириться с тем, что... Перейти в другую команду. Да, мне показалось, что это другая улица. А на нашей улице что нету настоящих ребят. И я приехал сюда с ощущением, что надо вот менять ситуацию, надо так себя готовить, чтобы быть достойными с ними, когда мы выйдем на поле. А мы постоянно с ними на поле. Выходили, мы сейчас на одной поляне. Весь мир на одной поляне играет в такую сложную глобальную игру. Вот они во мне вот этот задор пробудили. Это если говорить про Америку. Конечно, я больше люблю свою страну. Не потому, что вот она... Я здесь родился. А как относиться к тому месту, где ты родился? Все равно тебя трогает. Здесь мои близкие. Вот понимаете, интернат, там все это, интернет, ну это понятно. И вы можете... Я по всему свету ездил, где только не был. А вот приезжаешь домой, потому что это люди в первую очередь. И все-таки ты их всех туда-то не увезешь? Их тысячи. Как ты их туда увезешь? Можно ездить на работу, можно там работать. Ради Бога, я... Кто там устроился, пожалуйста, живите и дай Бог вам всем счастья. Мне хочется, чтобы здесь было так же, как там. А почему вам, Артем, не хочется? Чтобы здесь было так же, как там, а не по-другому. Ведь они в пять раз уровень жизни высшие. Разве это плохо, если у нас в пять раз увеличится уровень жизни? Разве плохо, если мы будем повторять их? Ну, у нас будут возникать такие компании, не только мы будем молиться на... Уже сколько лет... Это не нами созданная Газпром, не нами созданная нефтяная промышленность. Почему мы никак Бога не создадим? Валера, знаешь, почему я хотела бы... Вот что я хотела бы позаимствовать? Я очень завидую американцам, которые искренне поют гимн, зная все слова, положив руку на сердце. Вот искренне. А мы и здесь прошли особым путем. Мы понимаем, что это гимн, что вроде бы надо встать, а мы как-то не так к нему действительно относимся. Честно тебе скажу... Той трепетности, даже которой нет. Я вот недавно на одном заседании услышала гимн Ельцинский. Вот это... На Глинку? На Глинку. И мне захотелось положить руку на сердце. А гимн Советского Союза я не могу. Я вот... Грешна, не могу. Грешен. Все равно считаю, что это гимн моей страны. Все равно надо стоя и я пою. Ну, хорошо. Если помнишь слова, я слова помню только Брежневские. Окей. Возвращаемся к тому, на чем нас прервал Артем. Мы говорили о том, что вокруг тебя люди, которых назначили. Вот ты сидишь в Думе, ты знаешь, что такое выборы. А они не знают. Их ткнули на это место. И они на этом месте выслуживают, так сказать, свое назначение. Как всерьез относиться к этой Думе? Как быть депутатом в этой Думе? Ну, в эту Думу я тяжело избирался. Я, когда началось это движение разогнать Думу, там распустить, там поменять, но я не говорил о практических вариантах развития этой ситуации. Я полемизировал, пытался полемизировать с Николаем Злобиным, которого очень уважаю. Ты политолог. Он такой русский, американский, такой вот. Он очень умный, поэтому с ним интересно спорить. Но газета ведомости не взяла мой ответ на его предложение. А в чем была полемика? Какие вопросы? Он сказал, что смысл был такой, что сейчас бы уходящему уже президенту Медведеву как юристу сконцентрироваться на том, чтобы переделать Конституцию. А я ему ответил, как это переделать Конституцию? Это вот процесс. Хотя формально он не очень сложный. Мы же внесли две поправки в Конституцию. Но это поправки... А сегодня Путин еще одну обещал. Нет, не две. Мы несколько поправок. Мы несколько поправок. Сегодня Путин обещал слить Верховный суд и арбитражное. Это тоже требует изменить. Да. Там процедура есть сложная процедура и есть простая процедура. В сегодняшнем состоянии можно полностью переписать всю Конституцию. Вообще вопросов нет. Это всего лишь две трети Госдумы, три четверти Совета Федерации и все. А их есть у меня. Да, да. Да, но поменяли пока в Конституции что? Это несколько регионов объединились. Ну понятно, Валер. И продлили два срока. Давай об этом не будем. Депутатам это. Давай о настоящем. О настоящем 93-й год и Сибирское соглашение в Новосибирске и нам надо принять решение чью сторону мы принимаем. Верховного Совета или Ельц. Да. А мы для себя понимаем, что вот это Сибирское соглашение очень устойчиво было. И мы понимаем, что... Но крепкие мужики такие сидели. Я... Вот знаете, все равно Сибирь выделяется. Ведь туда ехали два основных потока и все пассионарные. Либо это комсомольцы, либо это заключенные. Ну тоже самые лучшие. Да, два потока. И еще был, но он быстро пресекся, быстро перебили, ведь первый поток в Сибири, он был через север, через Архангельск, через Псков и Новгород. Республиканцы первыми туда заходили. Ну а потом Столыпинские... И они Томск сделали, и Енисейск сделали. И вот этот дух остался. Сибирь, она более молодая и формально, и по духу. Она более активная. И вот Сибирское соглашение решает, как присоединиться. Причем отчетливо понимает. Раскол был очень жесткий. Законодательная власть за Верховный Совет, исполнительная власть, губернаторы-президенты, премьеры еще тогда были региональные. Это про президентские. Жесткий раскол был. И понимали, что как мы сейчас в Сибири примем решение, вот сейчас, так вся страна среагирует. Потому что до этого момента ситуация воспринималась чисто московской. Наше решение было бы первым региональным решением, которое могло взорвать ситуацию. И что? И что? И вот сидят все. Нас было 33 человека, 17 регионов, но Тулеев уже накануне заявил свою поддержку о Верховном Совете, и поэтому он из этой команды уже вышел. Он не был на этом Сибирском соглашении. Остальные были. Сидят назначенные губернаторы, кроме одного. Я был единственный избранный в тот момент на всю Сибирь. Интересно. Но я входил в пакет восьми первых избранных, ну не считая Собчака и Ушкова, которые отдельными указами проходили, а мы, вот первый пакет выбранных было восемь, один из Сибири. Вот. И я один избранный. Все, а ведь депутаты, председатели ЗАГС собрания, они выбранные. И вот они автоматически консолидировались и мы автоматически консолидировались вроде бы, но все молчат. И только у меня у одного голоса. И вот в этой ситуации пять с половиной часов идет фактический диалог между мной и всеми руководителями. Как же ты это выдержал? Вы знаете, вот это настоящее испытание. Вот это то, что потом вспоминаешь и думаешь... То есть закон подлецов для тебя в общем слабое отражение того, что... Да, конечно. Ну, конечно. Это совсем несопоставимые вещи. Когда ты... Журналисты дежурят. Интервью не даем. Выходим перекурить и никому интервью не даем. Пять с половиной часов практически вот приходилось так. Вот я сижу за столом, слева от меня мой первый зам, справа председатель ЗАГС собрания Краевого, еще тогда Совет народных депутатов. Вот. Он против первый зам друг председателя, и в то время еще не был моим другом. Он на выборах выступал против меня. Но он уже в команде и он мне пишет записки, потому что, чтобы быстрее реагировать, я... Он отслеживал спокойно, а я же говорю и пока говорю, чтобы не терять нить, логику, сопротивление всему этому. Он мне писал записки. Вот в этом режиме пять с половиной часов. И решение было принято. Ребята, давайте... В общем, в принципе, ни да, ни нет было принято решение. А в сибирском соглашении действовало правило консенсуса. И вот мой один голос решил, что не было принято за Верховный Совет резолюции. И когда вышли... Вот как... Я не знаю, вся наша жизнь состоит из некоторых моментов трагических, но и таких хороших моментов. Она не сплошная, она разная. И вот когда ты подводишь какой-то итог промежуточный, я вот этот один момент вспоминаю и думаю, вот ради этого уже стоило жить. Когда мы выходим, опять же, нет, к сожалению, Виталия Петровича Мухи, который был председателем... Сибирский, да. Да, он был руководил в то время Сибирским соглашением, и он был единственным из исполнительной власти, который поддержал Верховный Совет. И он председательствовал здесь. И в основном у нас полемика это с ним была. И вот мы выходим, после этого короткое интервью журналистам, все расслабляются, потому что решение принято с этого момента, не пошло развитие конфликта на страну. Он, как бы, вот мы его остановили. И он первый тост, ну, после каждого официального собрания, там фуршет. Ну, все... Да, большой, маленький, да, это нормально. Да, и у западников тоже. И он поднимает первый тост за меня. Вы знаете, он в душе оценил, он как руководитель, он оценил. Вот мы с тобой опять же говорим, ради этого. Я поняла, это очень важный момент. И вот я думаю, у назначенных, будут ли такие моменты? Не будут. А я чувствовал, что вот каждый руководитель исполнительной власти, вот сидел он, и он понимал, что если верх возьмет Верховный Совет, то его сразу смещают. Они все были уже под законом, что их сразу смещают. А меня нет. А у меня, вот я мог сказать, вы знаете, мои избиратели думают по-другому. Вы знаете, знаешь, я вспоминаю Юрия Михайловича Лужкова давно-давно. Знаменитая фраза. Знаменитая фраза. Не вы меня назначали, а москвичи. А москвичи, и вам меня снимать. Да. Вот эта фраза, которая обошла весь мир, ради такого вот нельзя назначать. Потому что назначенный, он хорош, И он безответственный. Он удобен в спокойной ситуации. когда подступает критический момент, вот тут-то и нужна та самая легитимность, когда ты чувствуешь, ребят, вот у меня поддержка сильнее, у меня фундамент. Они меня все время критиковали, но в решающий момент я могу опереться на то и сказать, не от вас зависит, не вы меня назначили. Давай прервемся на минуточку, а потом вернемся опять в студию. В студии Ирина Ясина программа «Жажда жизни» и мой сегодняшний гость Валерий Михайлович Зубов. Вот, Валерий Михайлович, дорогой мой, скажите мне, пожалуйста, опять на вы, опять в Сочи, но ты меня тоже так называешь время от времени. Я иногда играю роль ведущей эфира, но все-таки губернатор, большой начальник. Ладно. А вы журналисты всегда молодые. Ну, конечно. Валер, скажи мне, пожалуйста, ведь еще в этих выборных людях очень велико чувство собственного достоинства. По-другому быть не может. Их бы не избрали, если бы они были присмыкающимися. Потому что именно чувство собственного достоинства позволяет ему, этому выборному депутату или губернатору или говорить о том, что его делегировали люди. Люди, которые заметили в нем эту способность выражать их мнение, отстаивать их позицию. Вот что меня в этой думе просто вот добивает, когда я редко включаю телевизор и вижу, это абсолютное отсутствие чувства собственного достоинства. Кто бы они ни были, представители комитетов, большие миллионеры, бизнесмены со стажем, вот все они готовы, так сказать, подставить пятую точку для шлепка в самый необходимый для власти момент. Вот мы с тобой говорили перед эфиром о том, а что бы они потеряли, если бы они проголосовали против того же закона подлецов. И ты мне сказал, ну вот она, например, лишилась бы кресла представителя комитета. Я тебя спросила, и что? Вот что стоит это кресло представителя комитета, если на тебя люди в следующем поколении будут пальцем показывать? Меня, кстати, поразило, что за закон подлецов голосовали все женщины в государственной дуле. Ира, два момента. Начнем с простого. 2002 год меня избирает представитель комитета по финансовым рынкам. И 15 лет не могли принять закон о страховании вкладов. Я привожу усилия к тому, чтобы за оставшийся год мы приняли, и мы его приняли, этот закон. И еще целый ряд законов фактически простимулировали ипотеку. Был закон об ипотеке, но не шел. И ряд законов, таких небольших поправок, и ипотека пошла. 2003 год выборы. Я снова избираюсь в Госдуму, но мне предлагают, говорят, вот давайте, не комитет по финансовым рынкам, а комитет по экологии. Но комитет по экологии, к сожалению, ничего у нас не решает. Комитет по финансовым рынкам он многое решал. Я совершенно, я не знаю, совершенно спокойно, мне это опять же труда не стоило. Я сказал, нет, я останусь в комитете по финансовым рынкам, простым, рядовым. И что, вы рядовым останетесь? Да. Мне это кажется более ценным, быть. То есть, делать дело, а не занимать крест. Целый ряд комитетов в Государственной Думе, они никакие, они просто комитеты, а есть, которые принимают серьезные решения. Поэтому этот вопрос для меня, более того, когда еще первый раз в 2007 году Справедливая Россия прошла в Госдуму, и в 2008 мы собирались, я предложил коллегам вообще не брать комитеты. И с тех пор повторяю это. Нам не надо брать, оппозиции нельзя брать комитеты, потому что это очень уязвимо. Подставился, теперь хочется спросить, а правда ли Справедливая Россия оппозиция? Ну вот про тебя я могу так сказать. Вот подожди, сейчас, 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 мы дойдем до трудного. Я сказал, это же простой ответ на вопрос. Я его заканчиваю и хочу сказать, что очень уязвимо вам защищать свою позицию. Вот Галина Хованская, я эту женщину люблю. Я уважаю. Да, вот, и человек безусловной такой чистоты и профессионализма сразу. Вот вместе, в одном флаконе. Вот она, представитель комитета. Вот как ей тяжело. Вот ей легче было бы даже не быть представителем комитета. Они все время, как только мы туда добавляем двух человек, они сразу с Единой России добавляют еще двух человек для того, чтобы держать большинство там один-два голоса. Она, председатель, вынуждена, при ней принимается решение, которое... Ну ладно, мне ее не жалко, тем не менее. Да, вот, понимаете, и все остальные комитеты, которые мы занимаем, вынуждены комитеты пропускать те решения, которые противоречат вашим взглядам и убеждениям. Ну, а почему? Чем рискует этот председатель комитета? Я считаю, что это большая ошибка в целом оппозиции становиться на должности. Игра простая. Вы при власти, вы отвечаете, мы оппонируем. Мы завтра станем властью, мы будем отвечать, а вы будете оппонировать. Нет, Валер, я все равно не понимаю. Ну, хорошо, вот ты против. Ну, встань, хлопни дверью и скажи «Я против». Ну, и что, что я лишусь этого комитета? Ну, и что? Стоп, Ира. Давай так, по-честному. Если бы сидел здесь человек, который председатель комитета, мы бы тогда бы продолжили дискуссию. Заочно не совсем ловко. Мне, например. Хорошо, ладно. Да, я высказал свою позицию. Оппозиция не должна. Потому что тогда она теряет силу голоса. А Мизулина какой? Стоп, не буду комментировать. Ладно, не надо. Потому что ее здесь нет. Я ее звать не буду. А теперь более сложный вопрос. Ты сказала, вот вы там, депутаты, как включающие телевизор, редко, но видишь. А вы, журналисты, что не так? Не так. Среди вас так мало, которые то же самое делают, что депутат. Вот ты видишь, он сразу, сразу отвечает по принципу «сам дурак». Валера, меня учили, что это признак слабости. Я просто хочу сказать, что это признак был той системы, из которой мы, я надеюсь, навсегда вырвались. Когда были классово разделены по классам, когда вот этих в тюрьму, вот этим, значит, на их квартиру, которых в тюрьму загнали, когда вот эти нам классово чуждые, они особенные. Нет. Я думаю, что водораздел идет не по профессиям, не по происхождению, не по территориям. А по чувству собственного достоинства. По ценностям. Правильно. И поэтому вот все профессии разделились, депутаты разделились, исполнительная власть разделилась. И журналисты разделились. Поэтому вам неудобно. Валер, и учителя разделились. Потому что Татьяна Иванова из Петербурга, которая не стала автоматически фальсификацией на выборах утверждать, как председатель этого УИКа, она вылетела. А вот те тысячи учителей и заучей, и директоров школ, которые штампуют то, что происходит у них в школах, а потом мучают наших детей. Ну, вот эта ситуация очень плохая. Очень плохая. Знаете, у меня был эпизод, я скажу, в тяжелый для меня период выборов, первые, вторые выборы, вот как раз в Госдуму, они у меня были самые, наверное, тяжелые. И у меня была такая ситуация. Я на первых выборах был в школе в одной сельской местности, в школе, и там вокруг школы были вот, ну, в школу собралось весь вот, весь поселок собрались. И, в общем, я понимал, что по настроению в аудитории, и мне прямо сказали, мы за вас голосовать не будем. Ну, так решили. Они уже хотели за другого голосовать, они и голосовали, и проголосовали за другого. Вот, это единственное место, где я занял четвертое место. Везде я занимал первое, либо второе, и только один случай был четвертый. То есть, провал полный. И за бойщиком там была одна женщина, она так выделялась среди всех, она так вела всю эту дискуссию. Второй раз, через четыре года избираться, я специально приехал в эту школу. И решил, как это будет. Упорный вы. Да. Как это будет. Азартный вы промоушен. Да, азартный. И в этой же аудитории то же самое, те же люди, та же самая женщина, она выделялась, все. И когда я кончил свою вступительную речь, и говорю, ну, а теперь ваши вопросы. Другая учитель задает вопрос, хороший вопрос причем. Она говорит, ну, вот мы вас выбираем всех, вот, губернаторов, мэров, депутатов, там, ничего не меняется. Вот почему? Я говорю, вы хотите сказать, кто виноват? Да, я хочу, чтобы вы ответили, кто виноват. я сказал, так, вы. Вы нас научили быть такими губернаторами, такими мэрами, такими депутатами, такими, такими, такими. Вы. И знаете, что произошло? Вот та женщина, которая руководила оппозицией в этот раз, она встала и сказала, я за вас буду голосовать. Ну, потому что ты не стал им говорить, ведь на вас кто угодно кроме вас, потому что ведь у нас популизмом занимаются все, кому не лень. А популизм, это именно то, что вы говорите избирателям. Не, 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 не вы виноваты, виноваты кто-то, американцы, марсиане, я не знаю, депутаты другой фракции, но только не вы. Вот мы нашли, зашли, на мой взгляд, в самую болевую точку всего нашего общественного сознания, наших отношений, нашего отношения к истории, к будущему. Вот самая болевая. Итак, кто виноват? Ответ. Мы. Вот как только вы начинаете искать внешнего врага, неважно, классового, американцев там, либо кого-то еще там, исламистов, вот как только внешний враг, вы сразу не находите решения. Как только вы говорите, я виноват, моя вина. начинаешь искать, и ты находишь его, и тогда все нормально. Но из той ситуации я сделал еще один очень важный вывод. Знаете, если уж ты элита, я сам себя отношу к элите. Почему? Мне больше дано. Я стал профессором. Ведь все-таки это дано. Я стал депутатом, я был губернатором, был сенатором. Значит, в силу разных обстоятельств я за большее отвечаю. И раз я за большее отвечаю, то на меня и смотрят, как на того, кто должен знать ответ. Он не должен искать ответа в социологических опросах. Он не должен смотреть налево и направо, как там, кто подумает, слева или справа. От него ждут ответа. Он уже в глазах всего большинства вот тот, который знает, куда идти. Вот от этой ответственности с нее нельзя спрыгивать. Вот это самое недостойное. И когда забывают об этом, вот тогда и начинается вот эта каша, вата, винегрет, не понимаешь, что. Лидерство в том и заключается, что ты говоришь, все так думают, а я думаю более правильно, и вот так надо двинуться. Валер, скажи мне, пожалуйста, вот ты родился в семье геологов, ведь, насколько я помню. Да. А твои родители дожили до твоих успехов и входа в элиту, так скажем? Мама пока, слава Богу, жива. Какой ты счастливый человек. Да. Она гордится тобой? Да, безусловно. Она всегда гордится. Она живет с тобой? Нет, она живет в Пятигорске, ну, в Лермонтове, это рядом с Пятигорском. А папа не дожил, он дожил, когда я стал зам губернатора, но несколько месяцев не дожил, как я стал губернатором. Вы знаете, спасибо, что такую вот подводку сделали. Я хочу сказать, что вот сейчас, смотрите, Госдума на чем сконцентрировалась? и правительство, и администрация, все, вся власть на чем? Принять решение о повышении штрафов, из гражданской ответственности перевести в уголовную, посадить, наказать, напугать. Вот это отношение. Как мы воспитываем, а это идет с детского воспитания, как детей воспитывают, как принято в российской семье чаще всего воспитывать. В угол поставить, наказать, там запретить, это оттуда. Я был любимым ребенком. Меня и мою сестру любили родители. Мама постоянно мне пыталась вот так подтолкнуть. Меня ни разу папа не ударил. Ну, честно сказать, один раз был. Позадница? Нет. Был один момент в жизни, когда отдельный разговор... Сорвался. Ладно, скажи, скажи. Был один раз. В 68-й год. Прага. В школе... Мы выпускали журнал. Тебе 15 лет. Да, мы выпускали журнал, и в этом журнале было... В общем, материал, весь номер был посвящен этого школьному журнала тому, что это неправильно. В городе Лермонтов? Нет. В селе Харабали Астраханской области. Тоже хорошо. Да. И папу, конечно, пригласили куда-то, и видно, у него был тяжелый разговор, и он пришел в такой, в сердцах, и там была пауза, и потом он, в общем, сорвался. Но это был один раз, и вот под таким этим... И не за шалости, а по политическим... По-серьезному, да. Серьезно. Да. А мама так иногда, но в основном все время она меня подначила. Ты должен, ты умеешь. Папа у меня с лучшим образованием, у мамы образования, в общем-то, не было никакого. Но она меня все время на позитивность стимулировала. Она подогревала во мне честолюбие. Она вот хотела, чтобы я стал профессором. И вот эта ее энергетика, она вот, видно, передалась мне мамина. А мамы больше влияют на детей, чем папы. Папы же работают. А сказки-то мамы читают. А мамы же... Тут я с тобой не соглашусь, поскольку на меня-то как раз больше отец влиял. Ну, наверное, потому что ты дочка, а я сын. Ну, наверное, да. Это, скорее всего, так именно и у всех. Для меня отец безусловный авторитет. Но я помню, что... У сновей с отцами соперничество, а у дочек с матерями соперничество. Некоторое. Ну, хорошо. Но я закончу одним важным моментом. Надо с любовью относиться к детям, с любовью к своему обществу, к своей стране и сходить, давить, в первую очередь, на позитивные моменты, поощрять, стимулировать. А вот эта вся наказательная практика, которая сейчас идет, вот она, вот часть самый паскудный момент во всей этой идеологической матрице, которая сегодня есть. Это... Маразма. Маразма. Вот это самое плохое, что пытаются играть на низких чувствах, на слабостях, пытаются играть, напугать. И угрожать. Надо на позитиве. И у нас все будет нормально. Да, я тоже вот специально делаю эту программу, чтобы показать всем вокруг, что хороших людей у нас просто полным-полно. Искренне говорю. А с волочей, в общем, мало. На последнем твоем выступлении, которое я слышала в Челябинске, ты сказал замечательные слова. Я живу и работаю так, чтобы мне было не стыдно перед своим сыном. Это сын Иван? Да. Сколько лет? В этом году закончил МИФИ. И теперь он ядерный. Это там, где православная кафедра? Да, он, когда она создавалась, он рассказал, что вокруг этого, что думали студенты и так далее. Вот, как это все совмещается. Хотя, на самом деле, это совместимо. На самом деле, только нельзя это навязывать. И в Оксфорде, и в Кембридже одновременно преподают ядерную физику и одновременно есть колледжи теологические. И ничего. Нормально. Только это должно быть естественно, а не потому, что кто-то там модно. Вообще, мода на религию это не очень хорошая вещь. Ну, ему мало лет. Он в 15 лет поступил в институт. Я им горжусь. Но я назвал два тогда. В Челябинске, как и всегда, говорю, у меня есть два жизненных девиза. Один ты назвала. надо, не принимая решений, за которые тебе будет стыдно перед твоим сыном. Ну, это и перед дочерью, это и перед... А у тебя еще и внук есть? Да. Вот это. Но есть и второй момент. Я его тоже сказал. Мы с этого начинали, и мне хотелось, чтобы мы на это все равно вышли. А ведь я и второе сказал. Надо иметь смелость поверить в свои убеждения. Иначе самое ценное, что вам придет в голову, у вас из-под носа украдут другие, менее талантливые, но более сильные духом. Ведь обидно, до слез. Вот тут мне хочется, Валер, за тобой записывать специальную книжечку. А это сказал Норберт Мирнер. Вот видишь, просто я давно прочитал, мне это очень... на всю жизнь. Вот, первое это мое, а второе это Норберта Виннера. Вы не чувствуете, что из этого легкое объяснение вот той досады, вот той, как много талантливых людей покидает страну. Да. Как много состоялось там. Ведь первый наш Нобелевский лауреат мечников сделал свою работу в Париже. Как досадно. Куклу Барби придумала выходец из России. И Гершвин выходец из России. Даже Эндрю Лорд Вейбер. И даже Брин, который гугл, он родился здесь. Из Ворыкин и так дальше. Вот это досадно. Вот это. Потому что не хватило смелости у наших руководителей, у той элиты, которая в России, в Советском Союзе и сейчас не хватает поверить в людей, которые тебя окружают. Вот понять, что мы команда, которая может у всех выигрывать. И такие случаи у нас были. Вот, когда принималось решение в Госдуме, какой будет все-таки национальный праздник, я предлагал не 12 июня. Меня смущает 12 июня по одной простой причине. Но все-таки празднуются свадьбы, а не дни разводов. Это правда. Да. И я предлагал 12 апреля. День космонавтики. Вот Гагарин и вот это 12, 61 года, вот это никак у нас не размазать, не украсть, не подменить, не заменить. Все. Вот это наш национальный триумф за все наши тысячелетия, как мы существуем с небольшим, как народ. Почему нет? Почему нельзя стесняться этого? Мы как-то так вот, я очень рад, что мы вчера поздравили с 50-летием полета Терешкову. Вы знаете, вот это не надо было заставлять, все искренне встали и плевать на эту партийность, там, фракционность, вот все искренне вот ощутили себя. Валер, ты отходчивый человек, а мне было бы тяжело поздравлять Терешкову, потому что она голосовала в закон подлецов. Я не могу этого простить. быть такой, не надо. Почему? По простой причине, вот, знаете, у Юрия Трифонова, я помню, фраза была, сначала она меня потрясла, потом я подумал, да, как мудро. Гением можно все. Да ладно, никакой. Вот, секундочку, стоп, 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 я понимаю, у тебя-то женское, а у меня мужское. Значит, есть люди, которым вообще не всегда надо прощать, и надо же прощать, надо. И есть люди, которым можно простить все. Керешкова, я все прощу. Я знаю, что она... Валерия, вы, к сожалению... Все, я пристаю мнение, ты пристаю. Да, должны, к сожалению, заканчивать, конечно. Я просто настою, пользуясь позицией автора и ведущего, я считаю, что есть моменты, когда моменты, такие переломные моменты в нравственности страны, в нравственности общества, когда прощать не надо никого. А в таких вещах, в знаковых вещах. Но мы должны заканчивать, к сожалению, я могла бы с тобой говорить еще час. Заметь, мы проговорили час, и он пролетел незаметно. Спасибо вам, друзья, что вы были с нами. До следующей недели. Продолжение следует...